Разбираем сам информационный источник, саму трансляцию, чтобы вычислить сам алгоритм инфовируса. Если уже пойти на то и действительно вспомнить, как человек сначала лежит, ползает на четвереньках, потом учится вставать и потом учится ходить, то есть что-то предшествует устойчивой вот этой позиции, то есть стабильности вот этому балансу, когда человек находится в нем. Вы всегда в дальнейшем, если вы действительно будете придерживаться вот этих критериев, вы уловите перед вами человек, который играется во что-то, или это его настоящее истинное сущностное состояние? Нет, человек не может остановить проявление того, что есть в данности. Есть какое-то такое классное, уютное, удобное и комфортное состояние, типа нирваны. Страдания будут иметь место быть. И печаль, и грусть, и радость, и переживания, и тревоги, они будут иметь место быть. В чем же разница? Видите, зачастую человек слово осознание не совсем правильно воспринимает. Очень много людей, которые профи в своей специальности. Неважно, там физики, биологи, химики, любая специальность. И человек в данном направлении может быть очень профессиональным, очень осознанным. Но с точки зрения пробуждения, с точки зрения духовности, этот человек спящий, он не различает. Если человек просто подумал, вот я вчера был неосознан, так, а какой я сейчас? Ага, сейчас я осознан. Это просто мысль. Но это не является фактором, подтверждающим осознанность. Осознанность – это когда вы, ум – это операционная система. Ум не является ни плохим, ни хорошим. Это как операционная система в компьютере. То есть он может обрабатывать как сайт по насилию, так же сайты про цветочки, живую жизнь, капельки росы, рождение детей и так далее. То есть операционная система, она нейтральна. Ум нейтрален. Все блоки, все шаблоны, все то, что контролирует человека, то есть то, что я называю программой образ себя и образа себе, находится. И человек эти установки, естественно, активирует с детства. Я сейчас даже не беру тематику рождения и смерти, это когда-то отдельные другие беседы. Я сейчас начну с того, что все эти концепции, все стереотипы, то есть тот конгломерат идеологии, который формирует вот этот образ себя и образа себе, данный гуру говорит, что с этими блоками и идеями справиться невозможно. И они, в принципе, есть просто в памяти. Нет, это не так. Человек присутствует в данной реальности. Человек обладает телом. Человек обладает двумя разными частотами. Когда вы в ощущеческом развлечении, и я делаю акцент на этом слове, потому что, в принципе, сам этот проект, и то, о чем я пишу, и то, о чем будет говориться и далее в дальнейших беседах, это различие данного проекта от любого другого существующего. Ваше право соглашаться, ваше право не соглашаться. По большому счету важно то, что вы улавливаете или не улавливаете. Слушайте внимательно свое ощущение. Если у вас появляется отклик, значит, вы узнаете это независимо от того, согласны вы, не согласны ментально. Вы уловите что-то, что отвечает вам внутри вас. Избавление от блоков как роль делателя, нет, невозможно. Но если вы знаете, как это работает, если вы знаете, как это начинает заходить, как это проявляется, какой фон начинает стучаться к вам, то у вас есть всегда возможность не пойти туда или остановить это. Да, возможно, поначалу это кажется сложным или маловероятно, или нереально. Но уверяю вас, что точно так же, как ребенку, который только ползает, кажется, что нереально, как можно ходить, бегать, прыгать в высоту, точно так же это только вопрос того, насколько сильно ваши намеритесь. И, соответственно, те блоки, концепции и идеи, которые вами рулили до этого, они начнут гаснуть, они начнут обнуляться. Почему? Потому что, когда человек обусловлен, вот это его сущностное состояние, сущностный свет, его суть, если следовать выводу данного гуру, то получается все каким-то образом спонтанно, случайно и непонятно, кто за этим стоит. То есть человек такая маленькая пешка в этой игре и непонятно, встретится он с чем-то или нет. Нет, встретится. Проверьте себя. Фраза «я наблюдаю» и «наблюдение», «я осознаю» и «осознание». Где больше объема, где больше расхлопнутости, где больше суженности, где больше спрессованности? Если есть намерение, если есть преданность себе, если есть правдивость, не повезти не может. Не повезет только тому, кто играется в это. Поэтому выбор всегда за человеком. Быть собой или играться в это понятие быть.